МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 200 нелегальных кредиторов выявлено в 11 регионах нашей страны в 2019 году. 27 черных ростовщиков действовали на территории Нижегородской области. Люди, которые обращаются в фирмы за денежным займом, рискуют столкнуться с обманом, а также могут невольно оказаться участниками преступных схем отмывания денег. Специалисты обращают внимание, что нелегальные кредиторы не внесены в государственный реестр финансовых организаций, и у них нет лицензий Банка России. Необходимо помнить, кто вправе на законных основаниях выдавать кредиты и займы. Кредиты вправе выдавать кредитные организации с лицензией Банка России, займы вправе выдавать микрофинансовые и микрокредитные компании, ломбарды, а также кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, информация о которых содержится в государственных реестрах Банка России. Проверить, есть ли у фирмы право работать на финансовом рынке, можно на сайте Центрального банка Российской Федерации cbr.ru в разделе «Проверить участника финансового рынка». К другим новостям. Теплые слова поздравлений и яркие концертные номера. В Доме молодежи прошел праздничный вечер для ветеранов нашего города. С Днем защитника Отечества и 8 марта пенсионеров поздравили первые лица города и ядерного центра. Сразу два праздника, 23 февраля и 8 марта, отметили участники городского совета ветеранов. Поздравить пенсионеров пришли первые лица города и ядерного центра. Мы все жители Сарова и работники ядерного центра, в первую, конечно, очередь, и все мы остальные, мы все работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. И день 23 февраля мы достойно отмечаем все вместе. И мужчины, и женщины, и работники, бывшие работники, ветераны, и будущие наши работники. Большую помощь в подготовке праздника оказал Российский Федеральный Ядерный Центр. От лица руководства Рафиат Свиньев, заместитель директора Юрий Якимов поблагодарил ветеранов за воспитательную работу, которую они проводят с подрастающим поколением, за конструктивную критику и вклад в развитие города. Вот поколение, которое, так сказать, пришло вам на смену, должны, наверное, понимать это и поддерживать нашу ветеранскую организацию с тем, чтобы, так сказать, как-то достойно отплатить за те заслуги, которые вы в свое время, в своей жизни, в своей силе отдали на влага нашего общества. Сейчас в состав городского совета ветеранов входит около 10 тысяч человек. В феврале его возглавил Александр Леонтьев. Как отмечают пенсионеры, с приходом нового руководителя в организации многое изменилось. В том числе переписали устав, сформировали новый состав, привлекли новых участников. Ветераны как бы почувствовали подъем какой-то, такой подъем жизненный, что у нас есть такой энергичный такой руководитель и всем очень нравится. И мы думаем, что теперь наша жизнь будет только в лучшую сторону. Особым подарком для ветеранов стало выступление вокальных коллективов города. Учреждения образования, здравоохранения и соцзащиты Сарова смогут получить гранты на реализацию проектов по внедрению бережливых технологий. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, со ссылкой на объединенность госкорпорации Росатом проектный офис, это позволит повысить качество услуг в организациях. Наряду с Саровым в эксперименте для апробации лучших практик бережливого производства в учреждениях социальной сферы будут участвовать Арзамас и Дивеева. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове с рабочим визитом побывала руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она посетила клиническую больницу номер 50, медицинский колледж и ситуационный центр сервиса «Умный город». Для справки, в конце февраля Федеральное медико-биологическое агентство России заключило соглашение о сотрудничестве с Росатомом. Одним из пунктов которого является совершенствование качества медицинской помощи в градах присутствия атомной отрасли. В четверг, 12 марта, в Центре поддержки предпринимательства пройдет семинар на тему «Закон о самозанятых и налог на профессиональный доход. Права индивидуальных предпринимателей на льготы и налоговые вычеты». В роли ведущего выступит старший преподаватель кафедры налогов и налогообложения Приворского института повышения квалификации ФНС России Татьяна Солодимова. Начало в 11 часов. Записаться на семинар можно по телефону 9-92-63. Центр поддержки предпринимательства работает по адресу проспект Октябрьский, дом 13. 6 марта – день создания всероссийских отрядов юных инспекторов дорожного движения. Более 300 тысяч школьников по всей стране изучают правила, учатся оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в различных акциях и мероприятиях госавтоинспекции. Главная задача юных помощников – активно участвовать в пропаганде правил дорожного движения среди детей и подростков. О том, как развивается это движение в нашем городе, расскажем далее. Отряды юных инспекторов движения функционируют по всей стране с марта 1973 года. Для каждого участника такой организации большая честь – помогать сотрудникам ГИБДД. Вместе с ними ребята проводят профилактические акции, пропагандируют правила дорожного движения и безопасного поведения на улице. Отряды ЮИД были созданы с целью формирования у детей и подростков навыков безопасного поведения на дороге и активной пропаганды правил дорожного движения среди детей. Сегодня в Нижегородской области насчитывается 495 отрядов ЮИД и в число отрядов входит порядка 16 тысяч школьников. В нашем городе работают 8 отрядов юных инспекторов движения. Школьники изучают правила поведения на дороге, доносят их до своих сверстников. Активно участвуют в организации акции «Мы вернулись», «Автокресло детям» и «Посвящение пешеходы». Ежеквартально мы собираем всех руководителей отрядов ЮИД, обсуждаем планы на, допустим, на будущее время какое-то определенное. У каждого отряда ЮИД есть свой план профилактической работы совместной с ГИБДД, в котором указывается, допустим, если весна, мы проводим профилактические мероприятия, например, сбавь скорость, либо зима. Если лето, направлено на профилактическую, например, правила дорожного движения для велосипедистов. У всех членов отрядов есть отличительные знаки – форма, значок и удостоверение. ЮИДовцем может стать любой школьник, которому небезразличны жизни и здоровье других людей, который хочет пропагандировать культуру и взаимопонимание между участниками дорожного движения. Для этого нужно обратиться к руководителям отрядов в общеобразовательных учреждениях. О любви не только. Накануне Международного женского дня в проекте «Читаем вслух» вновь приняли участие папы с сыновьями. В этот раз они читали письма на времен Великой Отечественной войны. Что писали своим любимым бойцы Советской армии из фронта? О чем они думали перед боем и с какими словами обращались к матерям, женам, невестам? Подробности в следующем репортаже. Второй год подряд в преддверии 8 марта папы с сыновьями приходят во дворец детского творчества, чтобы принять участие в проекте «Читаем вслух». В этот раз им предстояло прочитать военные стихи и письма, которые в годы войны солдаты написали своим матерям, женам и дочерям. Все, что они сегодня читали, это истории конкретных людей, конкретных жизней, погибших, выживших. В год 75-летия Победы, мне кажется, очень правильно говорить не только о сегодняшних молодых, красивых, умных девушках и женщинах, а вспомнить еще о тех, кто 75 лет назад, 80 лет назад был такими же молодыми, счастливыми, красивыми, но война все подкосила. Будущее для меня – это ты. Впрочем, зачем я говорю о будущем? Ведь когда ты получишь это письмо, меня не будет. Александр и Семен Тихоновы прочитали письмо Петра Глухова своей невесте. В проекте «Читаем вслух» отец и сын участвуют впервые. Со сцены они старались передать все переживания солдата, который понимал, что у него впереди последний бой, и домой он уже не вернется. Я лично очень близко воспринял вот те слова, которые я слышал не только в том письме, что мы читали сцены, но и вот другие. Каждый участник проекта выходил на сцену и старался прочитать свой отрывок с выражением, чтобы каждый присутствующий в зале понял, насколько тяжело было солдатам и матерям в то время. И многим это удалось. Зрители из зала выходили со слезами на глазах. Мне как историку это очень близко, ценно и очень хорошее, глубокие впечатления. Все с душой так рассказывали все эти строки, что было приятно слушать. Следующая встреча в рамках проекта «Читаем вслух» пройдет 27 марта. Девятиклассники школ города прочитают отрывки из произведения Эмилия Золя «Женское счастье». Букеты цветов, комплименты и поздравления. Традиционно в начале марта отмечается Международный женский день. В этом году в адрес женщин теплые слова будут звучать несколько дней, так как 9 марта тоже выходной. Специально для саровчанок мы собрали самые красивые слова поздравления и пожелания от представителей сильной половины нашего города. 8 марта – весенний праздник прекрасной половины человечества. В этот день традиционно представители сильного пола поздравляют женщин и девушек всего мира с их праздником. Вот и мы решили спросить у мужчин нашего города, что бы они хотели пожелать нашим очаровательным дамам. Всех хороших, замечательных женщин с праздником. Всего хорошего. Самое главное – здоровья. Ну и всего-всего-всего. Поздравляю с праздником весны женщин нашего города. Желаю весеннего настроения, счастья, успехов в жизни. Ну всем желаю здоровья, главное. Хорошего настроения, благополучия, семейного счастья, всего-всего самого хорошего. Мне бы очень хотелось поздравить свою дорогую мамочку. Она у меня такой замечательный человек. Это какой-то, наверное, ангел для меня. Я очень рад, что у меня есть такой человек в жизни. Это замечательная женщина, замечательная мама. Я ее обожаю, люблю и очень ценю. Хотел бы больше ей давать своей любви, но я очень ее люблю. Пускай она это знает. Моя дорогая мама, люблю тебя. И хотел бы пожелать счастья, здоровья нашим женщинам. Они у нас прекрасные. В России у нас самые хорошие женщины. Самые милые, самые красивые. Пускай всегда остаются такими же. Желаю счастья, здоровья, благополучия, чтобы было все хорошо. Чтобы было здоровье, а это самое главное. Великий праздник, 8 марта. Я желаю всем женщинам, ну и девушкам, конечно же, красоты. Чтобы они были самыми красивыми на свете и всегда любили своих детей. Здоровья, остальное будет. Счастья, здоровья в этот прекрасный день, чтобы ваши родные и близкие были здоровыми. И чтобы вам подарили много цветов и всякого разного добра делали. Мы желаем хорошего весеннего настроения, чтобы близкие любили, да, оберегали и всегда помнили, что мы с вами должны быть вместе всегда. Здоровья, удачи, благополучия. И чтобы свели, как цветы жизни наши. Без женщин и мужчин-то не было бы. И не состоялись бы они как мужчины. Ну а что женщинам пожелать? Чтобы были всегда потрясающими, привлекательными. Толкали мужчин на безумные поступки. Ну а в доме всегда был уют и порядок. Я поздравляю свою маму, бабушку с этим, с 8 марта. Это поистине великий праздник, который заслуживают все женщины на этом свете. Люблю я женщин разных. Особенно прекрасных. И молодых, и старых. Ах, как я их люблю. Люблю простых и классных. Люблю, когда контрастны. А вообще не важно. Я женщин всех люблю. 39 очков и первое место в турнирной таблице. Команда «Саров-2009» вышла в финал первенства Нижегородской области по хоккею. Решающий матч юные саровчане сыграли со сверстниками из Мурома. Команда «Кристалл» уступила напору наших спортсменов. Встреча закончилась со счетом 4-1. Подробности в следующем репортаже. Игра «Саровчан» с «Муромским кристаллом» стала решающей. Команды боролись за выход в финал первенства Нижегородской области. В первых минут юные хоккеисты включились в борьбу. Подопечные Максима Новикова взяли инициативу на себя и стали активно атаковать ворота соперников. Первый период закончился со счетом 3-0 в пользу Сарова. Они чуть-чуть в пас не играли, не жадничали. Когда-то защитники вперед уходили, мы атаки делали, забивали. На добивание они давали нам добить, и чтобы мы забили. А мы вот не давали. Юношеский азарт и стремление к победе не давали расслабиться соперникам. Во втором периоде муромским хоккеистам удалось забросить одну шайбу в ворота конкурентов. Однако этого было недостаточно, чтобы победить. Спортсмены нашего города грамотно держали оборону и работали в команде. По словам тренера команды «Кристалл», его подопечным не хватило опыта участия в соревнованиях. Но ничего страшного, я думаю, мы будем продолжать работать, совершенствоваться и добиваться успехов, но немножко чуть попозже. Местные ребята соперник продемонстрировали, противопоставили нам очень зрелую игру, качественную игру. Я считаю, что Максим Новиков привел команде те черты, за счет которых она играет в пас, а остро атакует, забивает шайбу, разыгрывает комбинации, разыгрывает большинство. То есть видно играющие команды. Встреча закончилась со счетом 4-1 в пользу саровчан. Сейчас команда «Саров» занимает первое место в турнирной таблице первенства Нижегородской области среди юношей 2009-2010 года рождения. Дарья Кузина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова